В Законодательном собрании Краснодарского края прошло заседание круглого стола по вопросам развития Северского района. Председатель Кубанского парламента Юрий Бурлачко, руководители профильных комитетов, глава района Андрей Дорошевский и его заместители, председатель районного совета Владимир Захарченко обсудили меры по устойчивому социально-экономическому развитию муниципального образования в рамках реализации указов президента России. Цель круглого стола – выявить проблему в Северском районе. По итогам заседания будет составлена дорожная карта. Первым с докладом выступил Андрей Дорошевский. Он рассказал собравшимся о темпах развития района. Вопросом строительства новых социальных объектов администрация района уделяет большое внимание. Тем не менее, в муниципалитете ощущается нехватка мест в школах. Необходимо построить и новое учреждение дошкольного образования. В этом направлении уже ведется работа. В целях реализации поручения президента по исключению мест в дошкольных образовательных учреждениях в нашем районе состоится в группе детских садов, в станице Комушкин, в Северском районе. Уже имеется в районе документация, совершенная в результате экспертизы, получившийся положительный заключитель. Также планируется строительство детского сада на 340 месяцев в Комитаре Ахимска. Уже прошли предприятные работы. Ожидается финансирование. После с докладами выступили председатели профильных комитетов законодательного собрания. В своих выступлениях они выявили проблемные места, требующие особого внимания, дали районному руководству рекомендации. Председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями отметил правильную работу администрации по вовлечению населения в спорт. Дори граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2021 году составило более 37% от общего числа жилья в муниципале где-то. Напомню, что поставлена задача президентам в 2024 году, а эта цифра должна быть 55%, если у вас показатели очень хорошие. Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорт и дорожного хозяйства указал на необходимость паспортизировать дороги в районе. Паспортизировать все дороги из 800 километров, у вас только 46 километров имеет паспорт, технический паспорт дороги. А это вас сдерживает для того, чтобы вы могли сделать проект с методом документации, потом выйти в программу Министерства транспорта и дорожного хозяйства и получить деньги за средства, которые банком храним. Председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский дал рекомендацию руководству района уже сейчас выделять участки для строительства домов для детей-сирот. Вы очень молодцы, помогаете всем украшению и многие районы привлекают жилье для детей-сирот. Позаботьтесь о своих детях на перспективу, обведите участки хотя бы лет на пять, чуть больше, чтобы потом ваши дети не остались без жилья. Давайте повторяйтесь, не дай Бог, с проблемой пехотки. Зимеет вот это строительство. Обобщая выводы коллег, председатель комитета по вопросам местного сомправления Сергей Жиленко заострил внимание на необходимости доведения консолидированного бюджета района до 4 миллиардов рублей. Над многими вопросами надо еще, правда, прежде всего, тысячи собственных работ, где мы с вами говорили, иметь 936 миллиардов рублей, собственно, это недостаточно, для населения около 230 тысяч. В общем-то, по нашему расчету, мы, в общем-то, согласились с тем, что консолидированный бюджет сервисов, правда, будет не менее 4 миллиардов рублей. В завершении заседания председатель законодательного собрания «Край» Юрий Бурлачко подвел итоги круглого стола. Я надеюсь, что предстоящая сессия законодательного собрания, на которой будет старая информация, глава государственного образования, в итоге, как и поставление, оно тоже способствует дальнейшему экономике и созданию более комфортной среды для наших людей. По итогам встречи утверждена резолюция, в которой включены парламентские рекомендации.